Всем ребята, привет! Вы на канале GameDop. Сегодня у нас видео по игре RollerCoin. Это игра, в которой можно зарабатывать криптовалюту. И сегодня мы поговорим о откатах, как играть через откаты. Это не те откаты... Короче, есть нелегальный способ. Некоторые им балуются. Я не советую этим заниматься. Если в двух словах, это когда мы делаем донат, потом мы эти деньги себе обратно возвращаем, реальные деньги, а игровые деньги, которые мы получили в игре, они у нас остаются. Как бы мы получили донат, но на это не потратили ни копейки. Ну, там только теряется комиссия, вроде бы, да и всё. Но таким заниматься нельзя, это нелегально, это нарушение правил. В некоторых прошлых видео я уже там буквально в двух словах рассказывал, как играть на откатах. Итак, давайте разбираться. В игре очень часто запускаются мини-ивенты. Вот сегодня, буквально полчаса назад запустился новый мини-ивент. Вот такой вот. Он продлится 4 дня. Есть ивенты, которые длятся там неделю, 2 недели. Есть, которые там 2 дня длятся всего лишь. Вся суть этого ивента. Мы делаем задания, которые есть в ивенте. Они иногда могут отличаться, и награда за эти задания тоже может иногда отличаться. Если мы сделаем перевод, то нас в первую очередь интересует первый пункт. За него всегда или 500, или 600, или 700 баллов на это начисляется. Вот в этом ивенте 550 баллов. Получается, если мы 2 раза получим по 550, первую награду мы уже забираем. И там целый длинный список наград. Поднимитесь на более высокий уровень сложности в игре. Что это означает? Когда мы заходим в наши игры, допустим, вот CoinClick. Мы видим левел, и здесь и 1, 2, 3, 3 деления. Если я сейчас нажму старт, и мы сыграем игру, то уровень игры поднимется до второго уровня. Сейчас первый левел. Потом сыграем еще 3 игры, и он поднимется еще на левел. Потом сыграем еще 3 игры, и он еще на левел поднимется. И каждое поднятие левела нам будет давать плюс 550 поинтов для вот этого ивента, который отображается вот здесь сверху. Давайте для примера по-быстрому одну игру отыграю. Тем более CoinClick сейчас обновился. Он теперь стал визуально более красивый. Так, а почему игра не запустилась? Во, сайт, короче, обновил, и все заработало. Так, вот мы сыграли. Получаем награду. Вот мы получили 550 этих поинтов для мини-ивента. И смотрите, сложность игры у нас и 2. И опять одно деление. Теперь нужно сыграть еще 3 игры, чтобы наша игра перешла на третью сложность. И тогда мы получим еще 550. С этим, я думаю, мы разобрались. Теперь в чем прикол игры на откатах. Каждая сыгранная игра, которую мы сыграли, она сбрасывается, откатывается ровно через 12 часов. В нашем примере, если я больше играть не буду, то ровно через 12 часов игра откатится назад и там будет отображаться вот 3 деления. Я опять сыграю одну игру и получу 550 поинтов для ивента. Игру сыграл, получил поинты. Игру сыграл, получил поинты. Потому что при каждой игре левел сложности будет повышаться. А если играть постоянно, тебе нужно 3 игры сыграть, чтобы поинты получить. В принципе, на этом и все. Мы просто поначалу берем, отыгрываем игры до той сложности, которая нас интересует. И я, допустим, раньше, ну когда ты только начинал в эту игру играть, и я очень много уделял этому времени, я каждую игру отыгрывал до 6 уровня сложности. Некоторые даже до 7, некоторые даже до 8 наигрывал. Сейчас, конечно, этим занимаюсь, потому что нет времени. И вот, допустим, я просыпаюсь, 12 часов дня. Я играю все игры, вот по максимуму, сколько там хватает у меня нервов и терпения. И жду ровно 12 часов спустя. Это, получается, будет 0-0, 0-0. 12 часов ночи. И в это время игры начнут откатываться. И я уже буду играть не по 3 игры, чтобы и поинты получить, а по одной игре. Я вот ряд прошел с этим, 1, 2, 3, 5, 6, и вообще все игры по очереди отыграл. За каждую игру поинты получил. Как раз в это время опять сброс идет. Игры опять обновились. И опять по второму разу круг прохожу. Опять за каждую игру получаю по 550 поинтов. До конца дохожу. Игра сверху уже опять обновилась. И я опять все прохожу по кругу. И опять получаю по 550 поинтов. Допустим, первую игру я сыграл в 12-0, 0-0. Вторую игру я сыграл в 12-0, 0-5. Третью игру сыграл в 12-10. То эти игры обновятся в 12 часов ночи. Вторая игра обновится в 12-0, 5 ночи. Третья игра обновится в 12-10 ночи. И так далее. И вот уже ночью каждое обновление, оно будет сбрасываться до трех делений. Мне не нужно будет набивать три полоски левела. Постоянно будет три полные полоски. И вот мы ночью отыграли. Утром опять просыпаемся в 12 часов. И игры опять откатываются. И вот таким способом люди, которые не вливают донаты в игру, играя на откатах, в ивенте поднимаются до высоких левелов. А там на высоких левелах уже идет очень хорошая награда. За эти ивенты ты свою ферму гораздо лучше улучшаешь. Ты на этих ивентах получаешь гораздо больше различных полезных наград. И ресурсы, и батарейки, и энергия, и майнеры. Все там можно получить. И это все гораздо выгоднее, чем награды в сезоне. Потому что награды в сезоне мы будем получать крайне-крайне редко. Не тут их сложно получать. А здесь вот за 3-4 дня ивента можно получить в разы, в разы больше. Только нужно на это очень много времени уделять. Еще один совет. Когда вы играете первые игры, там когда вот и первый левел, то игры очень быстро откатываются. Вы не спешите. Вы одну игру сыграли, подождите где-то 3-4 минуты. Играйте вторую игру. Короче, примерно нужно, чтобы промежуток был между каждой игрой 5 минут. Потому что на больших левелах сложности, игры обновляются гораздо дольше. И нужно так, чтобы на больших левелах, когда вы все игры пройдете, до последней игры дойдете, чтобы первая игра уже обновилась. А то бы вот такая игра еще не обновилась, а откат уже прошел. Короче, можно в тайминги не попасть. Надеюсь, я понятно объяснил. Более подробно, более понятно, наверное, разжевать невозможно. А теперь давайте то, что касается сезона. В прошлом видео я думал, типа, буду, не буду на этом сезоне играть. И в принципе, я так посмотрел, что 6 из заданий ежедневных, вот этих 6, их закрывать легко. В прошлом сезоне их закрывать было сложно, поэтому в прошлом сезоне не играл. В этом сезоне, я вот сегодня уже там 6 день, наверное, сезона, или 7 день сезона, каждый день закрываю вот по 6 ежедневных квестов. Таск. Таск я делаю через LUT TV. Вот здесь забираю рубины. В прошлом видео показывал, поэтому сейчас так тоже по-быстрому покажу, чтобы сильно не затягивать. Итак, вообще, LUT TV это вот LUT Table. Сюда вот захожу. Здесь есть видео. Вот, LUT TV. Перехожу на сайт, делаю регистрацию. Смотрите там видео 2 часа. За 2 часа вы получаете 20 поинтов. Это 0.02 RLT. Нажимаете вот сюда. Открывается такое окно. Здесь нажимаем сюда. Нажимаем Roller Coin. Нажимаем вывести. И нам засчитывается вот данный квест. Это хорошо. Ну, а следующие квесты там уже легкие. Там, допустим, LUT Box купить. Это вот я покупаю сезонный. Нет, нет, этот я не покупаю. Я покупаю вот здесь. Один покупаю. Только что было обновление. И после этого обновления что-то сайт притормаживает. Ладно, LUT Box сейчас я не куплю. Нужно будет попозже зайти купить, не забыть. Что я еще делаю? Конечно, отыгрую десяточку игр. То, что там написано. Вот сегодня это Crypto Hunter отыграть нужно. Десяточку. И Token Blaster нужно отыграть десяточку. Плюс 40 игр отыгрую. Это получается уже 5 заданий мы выполнили. А, ну и напоследок я делаю крафты. Вот данное задание. Что я крафчу? Майнеры я не крафчу. Я крафчу детали. С белых. Зеленые делаю. Так, тихо будильник. Ё-моё. Нужно зайти в Diablo Immortal. Битву тянуть. Подобный мини-ивент. Это уже второй. В этом сезоне за первый мини-ивент я получил себе вот такой вот майнер. Здесь мощность небольшая. Всего лишь 45 тысяч. Но он дает... Сейчас. А ну. Бис. Ага. Ага. По-русски написал. Вот. Он дает 0.25 бонусных процентов. Эти вот проценты не более желанные, чем сама мощность этого майнера. Если вы новичок и не обращали внимания, то здесь есть ваша мощность, а есть типа бонусный процент. Некоторые майнеры дают и бонусный процент. И чем более крутой майнер, он процент дает более высокий. И все эти проценты суммируются. И вот к вашим мощностям добавляется еще этот данный процент. О. Поснимал видео. Опять рестарт. Дождался очередного рестарта. Короче, вроде бы сейчас все отлично работает. Одно проверяем. Так. Где-то лутбокс купить. Так. 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 Нет. 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 Не этот. Секундочку. Не тот. Вот. Да. Все работает. Так. Отлично. Вот мы купили его. Задание засчиталось. У нас получается уже три задания получено. Так. Это еженедельное задание получено. Так. Вот. Да. Еще я отыграл 40 игр. Только что отыграл. Вот по одной игре еще. Здесь осталось. Дальше я делаю что? Крафт. То, что касается крафта. Я купил лутбокс. У меня сколько деталей получилось? 278. Это мне хватает на 5. На 5 крафтов. Еще нужно 5 крафтов. Это означает мне нужно еще этих лутбоксов купить. Ну тут покупайте что хотите. Я сейчас просто кулеров мало. Я сейчас просто кулеры покупаю. Так. 175. Этого мало. И куплю еще платы наверное. Так. Все. Хватает. Так. Идем в крафт. Еще делаем. Так. Три здесь. Делаем. И два кулера. Не так. И два кулера делаем. Все. Квесты на крафты готов. Вот. Да. Он засчитался. Теперь мне осталось только токен бластер отыграть. Один раз. И какая-то там еще одна игра осталась. Крипто хамстер еще нужно отыграть. Отлично. Готово. И мы получили плюс два задания. И получаем последнее самое главное задание. Где мы получаем 70 сезонных поинтов. И вот так и каждый день. Я делаю шесть этих заданий. И каждый день я в плюсе по сезонным поинтам. Вот у меня их сейчас 960. Можно купить сундук. Сезон 100. Вот. В этом сезоне здесь офигенные все майнеры. Самый галимый майнеры на 155 тысяч. Там раньше были галимые майнеры на 20-30 тысяч. А здесь самый галимый на 155. Мне кажется в этом сезоне покупать эти лутбоксы за 750. В принципе 750 собирается примерно за 5-6 дней. Там уже от ивентов зависит. Так. Купляем первый сундук в этом сезоне. И мне повезло. Я даже получил не самый галимый. Плюс 233 тысячи. Но плохо только то, что все эти вот сезонные... Ну, все майнеры, которые вот в этом сундуке, у них нету бонусов. Давайте проверим, сколько он стоит. Скопировал название. Так он прилично стоит, ребята. 9 РЛТ. Это 9 баксов. Ладно, ребята, на это все. Спасибо за внимание. Про откаты рассказал. И про сезоны немножко тоже показал, рассказал. Если у вас есть вопросы, то пишите в комментариях. Я или письменно на их отвечу. Или сниму даже, возможно, отдельное видео. Если вопрос будет интересный. Все. Всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.